Остановись, прохожий, прислушайся. Слышишь, как поёт поле, Как ветер перебирает серебряные струны ковыля, Как на своих крылах несёт песню, Песню памяти нашей. Слышишь, как стон разносится по земле русской, Слышишь топот копыт, Слышишь ржанье лошадей, Слышишь звон булата, свист стрелы, Прислушайся. Это твоя история, История твоей страны, История твоего народа. Прислушайся к себе, прохожий, Вспомни себя шесть веков назад. Темник Мамань, захватив власть в Орде, Желая укрепить своё положение И восстановить былое величие Золотой Орды, Объявил новый поход на Русь. Поводом для нашествия Послужил отказ Москвы Платить непомерную дань. В начале лета 1380 года Мамань, забрав огромное войско, Стал медленно продвигаться на северо-восток К верховьям Дона. Над Русью нависла опасность Второго Батыева нашествия. Как только о походе Мамая стало известно, В Москву стали стекаться дружины И отряды городов северо-восточной Руси. В середине августа Объединённое войско московского князя Дмитрия Ивановича Пришло в Коломну, Где 15 августа На Девичьем поле Состоялся Смотр Объединённого войска. Мамай стал лагерем На одном из притоков В верховьях реки Красивые Меча И ждал союзников. С северо-востока Подходил с войском Егайла. На северо-западе Стояла дружина Олега. Встреча союзников Была назначена на реке Оке В начале сентября. Чтобы не допустить Объединения союзников, Дмитрий принимает решение Выдвинуться навстречу войскам Мамая. Не заходя на Рязанские земли, Войско идёт вверх по Оке, Доходит до устья реки Лопастни И по Сенькину Броду Переправляется через Акуль, Тем самым вторгаясь На территорию Золотой Орды. Русские дружины Пересекают реку Беспуту, Проходят между реками Осётр и Упа, И через урочище Березуй К 6 сентября Подходят к Дону, В том месте, Где в него впадает Речка не прятала. Мамай, вздешённый наглостью Москвы И медлительностью союзников, Оставляет лагерь И маршем выдвигается Навстречу Дмитрию. Князь Дмитрий Принимает судьбоносное решение Перейти через Дон. Первым Потатинским Бродом Переправился засадный полк Владимира Серпуховского, Чтобы прикрывать от неприятеля Переправу основных сил. В ночь с 7 на 8 сентября Объединённое русское войско Московского князя Дмитрия Ивановича Перешло Дон И заняло позицию Между балкой Рыбий Верх И Верховьями Смолки. Впереди всех, Практически, В непосредственном контакте С неприятелем Стоял строжевой полк. Сзади него Располагался передовой полк. Затем Большой полк. На флангах Располагались полки Правой и Левой руки. Сзади Большого полка Резерв. А в урочище Зелёное Дубраво Был спрятан Засадный полк Во главе с князем Владимиром Сирпуховским И воеводой Боброком Волынцем. 8 сентября 1380 года В день Рождества Пресвятой Богородицы Около 10 часов утра Когда рассеялся туман Началась битва. Одна из самых крупных За всю историю Средневековой Европы Свизгом, криками Под свист хлыстов И тучи стрел Словно огромный Чёрный вал Перемалывающий Всё на своём пути Ордынцы Врезались в русские полки. Первым Принял на себя удар Передовой полк. И тут же Практически Полностью Был смят Тяжело вооружённой Конницей. Ордынцы Вклинились В риты Большого полка. Но рассечь Центр Русских войск Им не удалось. Русские дружины Крались С ожесточением И мужеством. В битву Втягивались Новые И новые Отряды. Около часа дня Свежие силы Ордынцев Атакуют Полк левой руки И начинают Теснить его. Введение В бой резерва Ситуации Не меняет. Линия построения Русского войска Трещит, Выгинает Суду бой. Нависает Реальная Угроза Окружения И раздрома Русского войска. Но в этот момент В бой вступает В засадный полк И наносит удар В тыль Ордынской Конницы. У ордынцев Было ощущение, Что русские Постали измертвых. В ужасной панике Войска Мамая Бросилось Бедство. Удар Засадного полка Был нанесен В нужном месте В нужное время И стал Решающим. И тогда Убиен были Князья Федор Романович Белозерский Сын его Князь Иван Федорович Семен Михайлович Микул Васильевич Михаил Иванович Апинкович Андрей Серхизов Тимофей Валауй Михаил Брян Ив Морозов Семен Велик Александр Пересвет И нынешний Но уже неслась Слава К железным воротам И в Порночу К Риму И в Каты По морю И к Тырову А оттуда К Царьграду На похвалу Русских Князьям Русь Великая Подолела Рать Татарскую На поле С Куликовым На речке Микрия Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин